Дата проведения международного орнитологического праздника 1 апреля выбрана не случайно. Именно в это время начинается возвращение птиц с юга. Пернатые становятся для нас добрыми вестниками желанной весны и преображения природы. Взрослые дети с радостью в это время стараются обустроить для них скворечники. Занятие это доступное и благородное. Как сделать и собрать скворечник в домашних условиях, покажет читатель нашей библиотеки Кожухарь Михаил. Здравствуйте. Сейчас я покажу, как практически из отходов можно сделать не скворечник, как говорится, а дворец, а влюбовал себе скворец. Элементарный скворечник. Один важный момент, чтобы внутренние стеночки были шершавые, потому что птички тарапкаются и до леточка. Клеточек тоже 50 миллиметров это для скворца, а на 40 миллиметров это и скворец, и синичка, и воробей, и там много всяких еще птичек у нас. Ну вот, я потихонечку буду собирать, я здесь делаю заготовочки и рассказываю. Если у птички будет домик, то она может и два, и три раза вывести за лето. Мне очень нравится всегда делать скворечники, люблю птиц, уже раньше гвоздями, сейчас вот на саморезах. И в школе делали скворечники, акции была раскрасить скворечник. И так по деревне у нас висят скворечники. А если ребенок заинтересуется, то это вообще необыкновенно будет. И в саду птицы помогают. Те же синички помогают от насекомых. Крыша может быть вот такая вот, двухскатная. Так выглядит поинтереснее, вроде бы. Хотя птичкам не важно где жить, главное, чтобы гнездо было. Птичкам не аромат в течение ощущения Billahunt. Есть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С готовыми заготовками ровным счетом 5 минут... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...